Здравствуйте, друзья! В эфире ЕТВ «Зверский понедельник». И сегодня у нас в гостях настоящий ручной крошка енот по имени Масяня, которому всего лишь полгода. Ну и, собственно, привела нам этого замечательного гостя Дарья Благинина. Дарья – инструктор контактного питомника енотов. У нас такой в городе появился. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте! Масяня никак не может успокоиться. Она ищет свой банан. Банан спрятан у меня. Да. Расскажите, енот совсем маленький, енот не боится людей, идет на руки. Это связано с возрастом или у вас все еноты такие контактные? Да, у нас все еноты такие контактные. Это связано с тем, что они приехали у нас со всем малютками и уже в 3,5 месяца начали знакомиться с людьми. То есть вы начали допускать людей, чтобы общаться, кладить. Какой-то есть секрет в том, что у вас все, вы говорите, что все еноты, да, абсолютно все контактные, хотя это хищник, по идее, да? Да, это хищник, как бы это тоже не стоит забывать. Но контактные, да, я повторюсь, что они у нас уже совсем с маленького возраста начали с людьми общаться, контактировать. Давайте все-таки, мне кажется, он иначе не это... Да, Масянь, тебе смотри, дает вкусняшку. Да, давай, давай, давай. Только надо вот так подняться. Вот он, вкусный банан. Да, то есть у нас вообще это новая вкусняшка. Мы совсем недавно начали давать им бананчик. А до этого мама кормила, да, получается? Нет, до этого, то есть они к нам приехали, мы их забрали совсем месячными, то есть малютками совсем. Вот они у нас только сливки кушали, бутылочки. Пили сливочки. Я не буду у тебя банан красть. Вот, а потом потихоньку начали вводить творожок детский. То есть получается, как маленького ребенка. Да, как маленького ребенка потихоньку. И вот сейчас ввели бананчик и начали давать кашку с фаршиком. Вот. А все равно, получается, с мамой жили или вы были родителями? Считают вас родителями? Ну, сейчас уже, да. Они уже знают то, что мы приносим им кушать. Они сами также знают, где кухня. То есть люди, это кормящая мама, которая приносит поесть? Да, да. Они знают. У нас даже... Они знают, что в стаканчике йогурт приносим. А других людей, которые незнакомые приходят, да, знакомятся с ними, поконтактировать, погладить, тоже воспринимают так же? Да, то есть мы стараемся, чтобы... Ну, то есть у нас все, кто приходит, у всех есть возможность покормить енотика Масяня. Вот. Так. Ну, относятся одинаково. Мне просто интересно, раз они у вас маленького возраста, да, ко всем людям относятся доброжелательно? Или только к тем, кто кормит, ухаживает, заботится? Нет, конечно. Вообще они, ноты все у нас по характеру разные. То есть у нас мальчики более спокойнее, нежели чем девочки. То есть девочки пытаются показать, кто из них главнее. Вот. И то есть они все пытаются показать характер. То есть мальчики, да, мальчиков тискать спокойно. А девочки, то есть если вот они не захотят, они придут к вам, ляжут так... Ну, я вижу, как бы банан не отнять, это точно такая мертвая охватка. Да, это вообще, да. Она сейчас пока не съест, все, не успокоится. Вообще енотов называют бандитами, да, они везде ползают, залазят, находят провода. Как вообще... Можно найти какой-то способ, как уследить за всем этим хаосом от енотов? Внимание. Просто 24 на 7, внимание. А так, ну вот у нас, то есть у них комнаты, две комнаты, у нас по три енотика в комнате. То есть вот, ну если они выбегают, выбираются из комнаты, то есть пустители заходят-выходят. Если они выбегают из комнаты, все, они знают, где кухня, они сразу бегут к кухне. Попробую передать, хотя я чувствую, что банан... Да, это может быть воспринято как отнятие банана. Все, никто не забирает. Это, это... Это да, она показывает, что это ее. Борьба за еду. Да. Масяня, тебя вот такой кусок откусила большой. Что сейчас любят кушать, помимо бананов? Что даете еще из взрослого, я так понимаю, как взрослого кушать? Да, из взрослого, то есть уже вот кашу начали давать, пшенную кашу варим вместе с фаршиком, с домашним. Вот. Поначалу как-то отказывались, не ели, даже вот толстячки вроде. У нас отвернулась от зрителя Масяня, да, давайте ее развернем. Давайте. То такое получается скрытное поедание. Масяня. Ты чего? Так. Масяня, давай вот мы сюда сядем. А вот эта вот шлейка, она обязательная? Или это только на выездных каких-то... Только на выездных, да, мероприятиях. Это для того, чтобы не убежал? Да, конечно. А может? То есть, как неприрученная собака может убежать куда-нибудь в лес? Ну, как бы в лес, конечно, вряд ли. Ну, вот, то есть... Да, но они на самом деле вообще, то есть, такие умные, то есть, что... Учитывая то, что у них еще лапки, как человеческие руки, они спокойно открывают короны, пластиковые окна. То есть, для них это вообще труда не составляет. Вот. Но наши еще малыши пока не научились этому. А взрослые вовсю, да? То есть, хулиганы? Взрослые, да. То есть, взрослые вообще. Ну, взрослые, они менее активные. То есть, учитывая то, что они толще намного, то есть, они тяжелее, как бы... Они такие, немного лентяи. А маленькие-то они вообще. Кто спокойнее относится к посещению зрителей, да? Когда приходят потискать, погладить? Взрослые у вас или малыши? Ну, малыши, все-таки, они активные. То есть, они не сидят взрослые. Они залезут, посидят, то есть, как бы, и дадут, то есть, там, потискать. А у маленьких, у них внимание на все. То есть, они увидели там что-то где-то, что-то треснуло, хрустнуло, все, они бегут. То есть, бывает, да, залазят. Сами залазят, сидят. Если, то есть, что-то есть, например, у нас приходят часто девушки с какими-то бусинками тут, то есть, украшено все. Все потрогать? Да-да-да, конечно. То есть, это для нас вообще в первую очередь, особенно девочки. Они видят все блестяще, сразу начинают трогать. У вас наверняка есть камера хранения, где написано, это стрели еноты, да? Да, то есть, у нас все посетители, они все складывают в камеру хранения. То есть, все ключи, браслеты, все это, потому что... Из карманов. Да, все из карманов вытаскивают, потому что, если енот найдет, енот не отдаст. То есть, у нас был уже случай, когда у молодого человека были ключи от машины в заднем кармане, и один из енотов, но это была не Масяня, другой еносик, стащил ключи. Так, а получится у меня взять на ручки сейчас? Да, думаю. Получается, человек, посетитель приехал на машине, а ушел пешком. Да, это она так у нас... С бананом, прям как с добычей. Так, так, так. Вот, давай будем показывать зрителям, ика, твою красивую мордашку. Нет, надо, видимо, есть в укропных местечках. Да, необычно так. Вот так, давай вот так посиди. Сиди. Вот, очень вкусный банан, да, кушай. А какой-то живой корм вы даете насекомых, сверчков, куличиков? Этого нет, не даем, для того, чтобы у них не развивался инстинкт. То есть, так как они у нас не дикие, они ручные полностью, у них многих инстинктов нет. То есть, тех, кто живут, например, в Северной Америке, да, вот откуда они, родина их. То есть, чтобы не развивались инстинкты, мы не даем это. Получается, это один из секретов, почему еноты ручные. Да, то есть, ну и то, что родители у них тоже как бы ручные, то есть, вот, и в любом случае... Получается, если мама с папой общались с людьми, да, и приплод тоже в окружении людей, шанс быть ручными увеличивается. Да, это вообще, да, то есть, они с месячного возраста с людьми, то есть, общаются. А как у них происходит общение между собой? Вообще, есть у них какой-то, не знаю, главный... Да, у енотов матриархат, то есть, у них девочки правят. Одна, причем, наверное, главная, остальные так. Ну, как бы, они на самом деле все между собой выявляют, то есть, они все спорят, ругаются, бывает, то есть, показывают, то есть, кто-то здесь сильнее, кто-то здесь. Вот как вкусно. Да, очень вкусно. Это вообще лакомство, конечно, для нас. Вот, да, мальчики, как бы, они спокойно ко всему относятся, им главное покушать, на самом деле. Девочки тоже те еще, конечно, обжорки, но они показывают, то есть, мальчики нет. А визуально как-то отличаются самка от самца-енота? У нас сидит девчонка, я не... Ну, таких нет, визуальных нет, единственное, то, что вот характер, то есть... Более активное. Да, то есть, мальчик, вот, если так его передавать, он не будет так вот ручать, там что-то фыркать, он спокойно. Ну, отняли и отняли, да? Нет, как бы, отнять, конечно, тоже нет, но он будет знать то, что, как бы, он держит, и все. А вот Масяня боится то, что да. Давай, мы тебе шкурку снимем. Отнимать не буду. Так, кушай. А еще интересно, маленькие и взрослые, как, если у них какое-то, не знаю, школа, обучение, может ли взрослая особь как-то, не знаю, повлиять, научить, показать, что что-то делаешь неправильно, или научить плохому, где что поковырять? Скорее, да, плохому, потому что они, на самом деле, повторюшки вообще, то есть, они... Один увидел, что где-то нашкодил, да, и другой тоже бежит, то есть, они повторюшки друг за дружкой, и как бы большие, они тоже пакостники те еще, на самом деле, они еще более разумные, то есть, они уже знают, где что, да, может, да. Так, может прикусить, это мы сейчас, да, почувствовали, если понимают, что отнимают еду. Полежит. Надоело банан тоже? Банан у нее, там, она не видит, что у нее есть еще банан. Вот смотри, Масянь, вот он, да, все, узрели. Да. Получается, кто-то только повторяет, как такового обучения, как жить, что можно есть, что нельзя есть, нету? Ну, оно происходит уже от нас, от инструкторов, да, то есть, мы с маленького возраста, мы их дрессируем, то есть, команды нельзя, то есть, чтобы, ну, кусаться. Знают команды, это вообще действительно? Сейчас, да, маленькие, мы вот только начали им различные команды рассказывать, показывать, да, то есть, взрослые уже знают, то есть, уже годы енот знает команду, нельзя, то есть, если он начинает фурчать, вот так, да, взрослые слушаются, то есть... То-то сложно поверить. Они, да, они очень разумные, то есть, несмотря на то, что они такие пакостники, их можно научить, вот, команды различные, то есть, с горки катаются, у нас есть горка такая детская, катаются. Ну, питомники, это понятно, а что скажете о том, когда держат енотов в квартире? Подходят, не подходят эти условия, там тоже есть, что поковырять, с чего покататься? Да, конечно, это вообще для них прям добыча. Рекомендуете или нет домашнее содержание? Вот домашнее, на самом деле, если готовы выделить отдельное помещение, то да, то есть, это с радостью, как бы, у нас очень много людей приходят к нам, чтобы посмотреть на енотов, как они вообще себя ведут, потому что тоже хотят завести, вот. Ну, как бы, мы всем сразу говорим, то, что им нужно большое пространство, то есть, поползать, то есть, там, какая-то для них, как бы, здесь что-то из шведской стенки должно быть, канаты, всякие ляги. Для активности. Да, то есть, они должны ползать, то есть, они вообще такие очень-очень активные, ну, до года точно, вот, они, потом они уже более такие ленивые становятся, а до года они, то есть, ползают вообще. Ну, и, если не хотите, чтобы, там, они пальцы в розетку засовывали, что-то такое, то есть, да, чтобы телефоны ваши не постирали, там, кран не открыли, то есть, в любом случае. Да. Спасибо большое, Тарю, что вы пришли к нам в гости. Масяне. Масяне, да, здоровья. С бананом. И, простите, большого, красивого енота. Дорогие зрители, мы с вами прощаемся и увидимся на следующей неделе.